Всем привет, ребята! Меня зовут Алиса, добро пожаловать на мой канал! И как вы уже поняли по названию, я сегодня буду переписывать со своим собственным фейком. Да, ребят, это было очень сложно, потому что как бы на часах уже 22.57, а мне только ответил единственный фейк. Но я этому рада, потому что я пообщалась где-то, ну, аккаунтов 7, мне пришлось 7 пересмотреть. И все либо морозились от меня, ничего не отвечали, или сразу раскалывались, или писали, что я не фейк, я фан Алисочки, давай взаимные лайки, взаимные подписки. Короче, да. И только одна мне ответила. Я написала, привет, Алисочка, ты настоящая, давай пообщаемся, пожалуйста. Она пишет, ок, только быстрее, а то дел много, сама понимаешь. И тут я поняла, что это тот вариант, который нам нужен, потому что это честное фейк. Поэтому мне пришлось собраться в экстренном режиме. Я немного волнуюсь, поэтому, ребят, поставьте лайк на удачу, лайк на удачу, приносит вам удачу всю учебную неделю. И это реально работает. А мы давайте начнем общаться, потому что, блин, я так переживаю, ребят, я не знаю почему. Давайте, ну, давайте спросим, можно задать тебе вопросы. И как бы, да, пишу я, естественно, не со своего аккаунта. Для этого у меня есть левая фейковая страничка. Я просто представляюсь подписчицей Алисы, то есть себя. Вот, она сразу печатает. Я же говорю, быстрее. О, да. Так, ну, спросим, где сейчас Лиза? Лиза, твоя сестра. Очень интересно, потому что многие даже наши подписчики не понимают, почему Лиза переехала, когда она вернется домой, будет ли она жить со мной и так далее. Думаю, так будет. Норм. Она не пишет и даже не печатает. Я не знаю, как это будет при монтаже, потому что она не сразу просмотрела, просмотрела в клубе. Ру, с пацанами, с Назаром. Ну, типа, у Лизы же есть парень. С какими пацанами в клубе 11 часов? На самом деле, я бы одну Лизу не пустила, типа, я за нее переживаю. Ну, типа, я спросила с Назаром. Нет, он ее кинул. Что? Бедная Лиза, господи боже. Лиза сейчас, походу, уже спит в соседней комнате, и эх, эзэ, как ей такое. Она с пацанами постоянно. Назар ее кинул. Представляете, ребят, просто. Это жесть. Она пишет и пишет. Я хочу вставить слово, она пишет и пишет. Эх, пока нужно усесться. Поудобнее, поудобнее. Я не должна тебе отвечать только за деньги. Что? Я не должна тебе отвечать только за деньги. Я еще не переварила информацию Лиза в клубе с пацанами. Ее кинул Назар. И отвечает она только за деньги. Понимаете, ребят, насколько уровень ЧСВ у этого ребенка? Ну, я думаю, ей лет 12. Как бы ее не спугнуть. А сколько стоит? Давайте спросим. Сколько стоит? Твое общение. Ну, кстати, она пишет то с ошибками, то нет. Тебе дорого. Дорого. Что за дорога? Ой, я не могу просто с этого фейка. Сколько стоит? Тебе не хватит. Я у мамы попрошу. И потом заплачу тебе. Вот. Почему она думает? Мало ли кто это пишет. Типа, ну, хотя да, как бы я же маленькая девочка, ну, блин. Ок. Она согласилась. Все, все, все. А когда Лиза вернется домой? Я переживаю за сестру. Представляете, в клубе с пацанами еще там бухает, наверное. Я в шоке. Она не берет трубку, ребята. Вот, блин, если бы реально такая хрень была в 11 часов ночи, Лиза бы пошла с какими-то пацанами в клуб, не брала трубку, я бы уже реально, не знаю, поехала бы за ней. Наверное, будет у пацанов спать. Ой, да Лиза у нас тут какая-то шлих. Ну, по словам подписчицы. Давай напишем, я в шоке. Как ты это терпишь? Лиза! Блин, она не слышит. Родители ее выгнали, я ее пожалела. А за что ее выгнали? Она будет жить у тебя? Она дура, она еще написала, она дура. Но я ее люблю. Истинные сестринские отношения. Она дура, но я ее люблю. Типа, в принципе, как у нас с Лизой, ничего нового. Она же сестра моя. Правильно. Вы должны дружить. Надо ее подбодрить. Блин, она пишет и пишет. Ребят, реально, я не могу вставить даже пару слов. Она мне пишет, печатает, печатает. Да, она у меня. Блин, она опять печатает. Я не могу задать вопрос. А, у меня. Она звездочку сделает. Типа, взрослая. Вы вдвоем живете? Давайте спросим. Или с парнем Алисы? Вот. Ой, с твоим парнем. Господи, я чуть не... Я чуть не спалилась. Я хотела написать или с парнем Алисы. Типа, блин. Фух, не спалилась. Вы вдвоем живете или с парнем твоим? Ну, Назар-то Лизу выгнал. Сразу понятно, что его уже как бы в пролете. А вот парень... Я его кинула. А, типа, я кинула своего парня, а Назар кинул Лизу, потому что она с пацанами в клубе гуляет. Меня никто не достоин. Я не знаю, что ответить. Меня никто не достоин. Правильно. Я лучшая. Согласна. Ты самая лучшая. Давайте написаем. Ой, написала. Напишем. Так. Блин, я не знаю. Так, давайте про беременность. Вот, мне кажется, многие мне постоянно задают вопрос, когда дети там, есть ли у тебя парень, там, когда замуж и так далее. Давайте зададим ей вопрос про детей. А как ты родишь детей без парня? Вот так же. Создают вопрос? Как ты родишь детей без парня? Что? Я только задала этот вопрос, и она уже пишет, я еще беременна. А, ну, в принципе, логично. Она написала, я еще, еще я беременна, а я написала, как ты родишь детей. У меня были дети от бывшего. А почему были? Что? Были? Были? Были дети от бывшего? Она их, типа, куда-то сдала? Или выгнала, или не воспитывает? Что? А это тебе не надо знать. Блин, мне очень интересно. Я никому не скажу. Я плачу. Давайте за деньги ей скажем. Мне кажется, наглый чей свой фейк увидит бабки и сразу же. Блин, деньги плати. Хорошо. Я все заплачу. О, у меня родители богатые. Все, надо написать, что у меня богатые родители. Я все оплачу, и тогда она будет писать дальше. Мне кажется, она на это поведется, потому что... Сто рублей? Я тебе пятьсот оплачу. Если расскажешь. Все, пятьсот. Я думала, она скажет, там, десять камней, оплати, я расскажу про беременность, а тут пятьсот. Ого! Ну, фейк-то у нас не так зажрался. Нам повезло, ребята, потому что... Тогда две пятьсот. Две пятьсот, это типа тысяча? Ну, хорошо. Тысячу. Хорошо. Давай, у меня папа... У меня папа депутат. Он заплатит. Все, все, скажем. У меня папа депутат, он заплатит. Мне кажется, она сразу же, сразу же все нам расскажет. Фух. Офигеть. Сейчас будет про меня спрашивать, походу, тоже хочу. Блин. Давай про беременность. Это она как-то отошла от темы. Давайте про беременность. Где твои дети? Ты же была беременна? Ну, она написала выше, что я была беременна. Типа, тогда вопрос. Где твои дети? Где твой живот? Куда ты делала детей? Или, может, у нее что-то случилось? Бред какой-то. Я сдала в детдом. Ютуб важнее. Ору, просто ору. А представьте, кто-то верит. Вот напишет реально какая-то девочка из подписчиков, да? А тут я люблю подрисчиков. Ютуб важней. Да, видно, как ты любишь подписчиков и берешь с них по 100 рублей. А если родители богатые, то и по 500. Видно, как ты любишь своих подписчиков, да. Прям просто. Блогер года. Фух, у меня уже рот болит. Давай, пиши, пиши. У меня сейчас нет денег для детей. Ну, ты же популярная. Ютуб вам платит, давай скажем. Ютуб вам платит. И я беременна опять. Охренеть, а от кого ты беременна? Вот это активная жизнь у человека. Парня нет, никого нет, но она опять беременна. Вот это поворот, наверное, от пацанов, с которыми Лиза загуляла. Главное, чтобы Лиза не была беременна, а то гульки с пацанами в клубе в 11 часов ночи до добра не доводят. Я точно не знаю. Она еще не знает, от кого беременна просто. От какой-то кого-то. Ты не помнишь? Может, это от бывшего? Как это можно не знать, от кого ты беременна? Ну, хотя, если она так про Лизу пишет, то, типа, у меня много бывших. Все, больше нового о себе узнаю. У меня много бывших. А сколько у тебя бывших? Вот мне интересно. Могу себе позволить бывших? Типа, это роскошь какая-то? Я могу себе позволить бывших? Я ЧСВ... Ой, это как ЧСВ, типа, дети в лайки снимали. У меня было 5 бывших в 12 лет. Хочешь, я тебе айфон подарю? Хочу. А за что? О, бывших больше пяти. Ну, хорошо, хоть пяти. В принципе, я думала, что она скажет 50. Пять это еще... Ладно. В принципе, для такого возраста, как у меня, это норм. Кинь тогда 3 500. А почему она пишет 3 500, а не 1500? Типа, три раза по 500. Пять, пять, пять. Самые новые, честно. Хорошо. Только не обмани. Папа твой пусть мне заплатит. А ты еще ответишь на вопросы? Хоть немножко. Блин, она, видите, какая хитрая? Типа, я думала, она забудет про бабки, поведется, что мы поговорим. Мой папа все оплатит, типа, депутат. Но нет, она все равно... Последний вопрос. У нас остался последний вопрос. И что же нам задать? Я даже не знаю. Блин, 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 блин. А она опять пишет. У меня еще видео. У меня еще видео. Хорошо, хорошо. Надо снимать. И потом еще будет сходка. Что? Почему мы об этом не знаем? Вот это активно. Она, типа, говорит, отвечай за деньги. Ну, она отвечает за деньги, но при этом сама мне все пишет. Я всем подарю айфоны. Ого, а где сходка? Блин, я тоже хочу. Я хочу айфон. Интересно, где же будет сходка? Знает она, где живу я? Хоть, хоть. Надеюсь, не настолько тупой фейк попался. В Москве. А, все понятно. Ну, кто не знает, я живу в Геленджике и уже год. Знаешь такой? Нет, не знаю. Давайте еще про беременность. Ты сейчас беременна? А почему живота не видно? Вот, я спросила. Ты сейчас беременна? Почему живота не видно? Ну, реально. В принципе, я снимаю инсту. Хотя, если в таких толстовках, живота может быть и не видно. Реально. Просто поправилась, наверное. Блин, мне постоянно пишут про щеки. Вы теперь знаете правду. Все, кто мне пишет про щеки, вы знаете правду. Девочки, вот как бы да. Но я еще не решила про беременность. Надо купить тест. Нет времени. О, а скинешь мне потом тест? Она сейчас скажет, заплати мне 3 по 500 и я скину тест. По-любому. Это лично. Я заплачу. За бабки скинет. Вот, отвечаю. Сейчас за бабки она скажет. Плати бабки и скину. Нет. Я оплачу 5 по 500. 5 по 500 оплачу. Повышаем ставочки, девочки. 5 по 500. Вот и тест будет у нас. Я хочу это видеть. Ну, наверное, тест она не сейчас скинет, а в следующей переписке. Поэтому, ребят, если вы хотите вторую часть, давайте наберем под этим видео 40 тысяч лайков и я опять с ней пообщаюсь. Возможно, я ей даже скину деньги, чтобы она с нами общалась. В принципе, не так много, чтобы поржать. Я думаю, мы им скинем 200 рублей и она с нами будет общаться по-любому. О, она скинула тест. Мне страшно. Блин. Узнай, от кого ты беременна. Мне тебя жалко. Блин, я думала в следующую часть это растянуть, но это очень интересный фейк, скажу я вам. Я могу тебе верить. Да. Блин, ребят, мне уже как-то жалко. Знаете, вроде и знаешь... Почему это качество? Вроде знаешь, что это какой-то тупой фейк, типа малолетка разводит и она пишется ошибками, но я настолько, типа, верю людям, что мне самой как-то грустно становится. Я не знаю. Я не помню, от кого... Я представляю, что реально я общаюсь с девушкой, которая беременна, не помнит, от кого ребенок, и у нее все плохо, и мне самой начинает грустно. Хоть я знаю, что это какая-то малолетка издевается над нами. Так вспомни. Пообщайся с бывшими. Пообщайся с бывшими. Вот, когда не знаешь, от кого ребенок... Ой, когда не знаешь, от кого ребенок, нужно просто обзвонить всех бывших. Я думаю, кто-то и найдется. Надо к врачу. Иди, конечно. К врачу. Он тебе поможет. Ну, я же, типа, тоже маленькая. Ничего посоветовать не могу. Только... Только посочувствовать и направить к врачу. А к какому? К гинекологу. К гинекологу. Вот, к гинекологу. Ну, да. Точно. О, видите, к гинекологу 100%. Давайте ее отправим. Ах, забыла. Когда ты беременна, но забыл, к какому врачу идти. И сидишь такой, блин, кому же мне идти? Я сама справлюсь. Ну, надеюсь ты сама. Тем более, когда пять бывших и не знаешь, от кого ребенок, ты мне не мешаешь. Можно еще вопросы? Давайте будем наглыми. Будем наглыми. Ну, я сейчас думаю, что мы уже слишком перешли границы. Она уже точно нас пошлет. Но давайте попытаем удачу. Только после денег. А сколько? Блин, мы сильно повысили ставки. Она с меня сейчас будет полторы тысячи требовать. Плати, я про Лизу расскажу. Что? Много про Лизу? Ну, про Лизу будет интересно. Она у нас в клубе тусит с пацанами, бухает. Назар ее бросил. Пять пятьсот? Так, ребят, короче, давайте. Если мы наберем 40 тысяч лайков, я реально оплачу этой девочке. И мы с вами узнаем новые тайны про Лизу. Если вам интересно, просто наберите лайки. Ну, а с меня уже, конечно, оплата. Ок, напиши карту. Все, ребят, я попросила у нее написать ее карту. И если мы наберем 40 тысяч лайков, я сниму вторую часть. И мне придется реально ей оплатить. Потому что, как мне кажется, переписка того стоила. Я лично подняла себе настроение. Надеюсь, вы тоже. И, пожалуйста, напишите в комментариях, какие еще вопросы задать этому фейку про меня и про Лизу. Я думаю, вам будет интересно. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами уже скоро. Пока-пока.